Праздновать так вместе. 7 июля в Чебоксарах прошел федеральный Сабантуй. А на следующий день Чувашский Уяв на татарской земле собрал гостей и творческие коллективы со всей России. Национальный Чувашский праздник проводится в Нурладском районе с 2006 года и уже приобрел статус всероссийского. В гуляниях принимали участие и мои коллеги. На Уяве, на Уяве все поют танцуют вместе, потому что на Уяве хоровод на первом месте. Хороводы и тут и там. Самый массовый загружился после традиционного ритуала – выбивания березового колышка, что знаменует начало хорошего дела. В едином порыве соединились 65 фольклорных ансамблей из разных республик Татарстана, Башкортостана, Чувашии и Самарской области. Этот праздник у Явы привлекает нас прежде всего своей масштабностью, своим величием, своим присутствием всей России здесь. Выставка по дворе подтверждает – и домашние уклады, ремесла сохраняются, где бы люди ни жили. А уж народное творчество и подавно. Песни передаются из уст в уста, поют их и дети, и взрослые. Я родилась здесь, в Мурлате, в 1954 году. Но в 21 год я уехала на Украину. Там прожила 27 лет. И последние 17 лет я живу и работаю в Италии. Радуюсь, что столько лет я не могла видеть, а сейчас наконец-то увидела праздник. От чувашского быта до знаменитых земляков. Аллея национальных героев напомнила о людях, прославивших чувашский народ. Василий Иванович Паев по материнской линии Чувашин. Благодаря мудрой политике президента республики Татарстан, главы Чувашской республики, сегодня наши регионы развиваются успешно. Вы все чувствуете это. Праздники татарского народа, чувашского народа, других народов сегодня на высоте. Национальный чувашский праздник проводится в Нурладском районе с 2006 года. Здесь же он приобрел статус всероссийского. В следующем году Уяв на татарской земле уже в 13-й раз объединит сотни людей, живущих чувашской культурой. Ирина Волкова, Светлана Лекимова, Игорь Зверев, Юрий Марков. Республика.